Восьмой том книги «Открытым оком», вопрос номер 2195, тема «Проповедь благовестия». Дело проповеди так плотно и глухо забыто в православии уже 1900 лет, что постепенно и тонко перевели слово «проповедь» на службу, на богослужение. «Неужели во всех житиях нет примеров, когда ради проповеди даже свободой бы жертвовали, если бы свободу даровали за обещание не проповедовать? Есть ли выход из этого тупика?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Но проповедь – это же ведь не только храмовое служение, пусть даже и выступление служителя, но это и ежедневное свидетельство о Христе. Некоторые животолюбцы презрели грозное предупреждение Христа о предательстве, свидетельство о Нем, как случилось с русскими прислуживающими в еврейской организации «Эвен Эзер». Там платят им приличные деньги, и только бы никто не говорил о Христе, и они сдали им души за деньги взамен жизни вечной. Евангелие от Марка, 8 глава, 38 стих «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Евангелие от Матфея, 10 глава, 33 стих «А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом Моим Небесным». Вениамин, 13 октября Обратив христианство многих персов-язычников, он был оклеветен, схвачен, подвергнут жестоким биениям и посажен в темницу, в которой провел два года. Один грек, посланный к персидскому двору, узнал о постигшей Вениамина участи, просил царя отпустить его. Царь согласился исполнить эту просьбу, если Вениамин даст обещание не обращать персов в христианство. Проситель от лица Вениамина дал это обещание. Но Вениамин, услышав о том, сказал «Невозможно мне предложить тот свет, который воспринял в купеле крещения. О, сколь великих мук достоин тот, кто скрыл данный ему талант, или тот, кто умышленно скрывает евангельское учение». Авдий, 5 сентября. За то, что он своим учением многих приводил к вереву Христа, начальник волхвов велел взять его и принудить поклониться солнцу и огню и отречься от Христа.